Ставридная лихорадка вместе с клубом Рыболов Одесса. Друзья, всем привет! Это клуб Рыболов Одесса и сегодня мы снова с вами. Мы открываем большой наш летний, летний весенний, можно сказать, сезон лова Ставриды. И, конечно же, для него мы немножко подготовились. В нашем магазине для вас мы предоставляем широчайший выбор самодуров ручной работы. Нашего супер-пупер мастера, самодуры которого ловят Ставриды больше, чем любые другие. И когда вы видите, что на привозе упала цена на Ставридку, знайте, это мы вышли на рыбалку. Клуб Рыболов Одесса, рыбачьте с нами. И теперь внимательно обратите внимание, если оператор приблизит поближе, посмотрите, у нас 11 видов самых уловистых самодуров на Черном море. И все их можно приобрести в нашем клубном магазине Рыбалка. Буквально еще два слова хочу сказать о тех снастях, которые у нас есть и представлены в магазине для лова Ставриды. Конечно, можно ловить, как мы любим, на самодур, но можно ловить и ультралайтом на силикончик. Для этого мы используем очень маленькие вольфрамовые веса, и они представлены у нас в клубе от 0,7 и, так сказать, до потери пульса. Есть у нас вот такие вот специальные джиг-головочки, которые зависают гораздо дольше других толщей воды, учитывая то, что мы знаем, что рыба Ставрида это пилогическая рыба, ее еще нужно найти в уровне, в котором она стоит. Вот такие головки позволяют вам довольно эффективно это все выполнить. И, конечно же, мы используем флюрокарбоновые поводки. Фирм есть много, самое главное, чтобы он был достаточно жесткий и тонкий. Флюрокарбоновые поводки, которые нужны для лова Ставриды, впрочем, как и для вязания самодуров, если запланируете это сделать сами, это где-то 0,1-0,12. Больше нет никакого смысла. Конечно, у нас есть луфарь, конечно, это будут потери, но от того, насколько тонкий у вас шнур, я вас уверяю, зависит и количество Ставриды в ваших садках. Ну что ж, друзья, клуб... А, что еще хотел сказать. Очень важно для лова Ставриды, если вы уходите вечером в рыбалку, это вот такие вот фонарики, которые в состоянии подсветить наши либо самодуры, либо силиконовые приманки, которые создают эффективную игру и освещение в темноте. Ведь мы знаем, что у нас Ставрида очень хорошо ловится с пирсов рано-рано утром, это 3-4 часа ночи и поздно-поздно вечером, скажем так, после 10. Ну что ж, на этом не будем отвлекать ваше внимание. Всем нехвостань чешуи, хороших выходных. Клуб Рыбалу в Одесса, рыбачьте с нами! Давай. Клуб Рыбалу в Одесса, рыбачьте с нами! Друзья, всем привет! Это таки Клуб Рыбалу в Одесса, и сегодня мы снова с вами. Ставрида. Мелкая черноморская рыбешка, казалось бы, что там особенного, а вокруг такой ажиотаж. Так в чем же дело, и почему из года в год мы, рыболовы черноморского побережья Украины, с таким нетерпением ждем этого периода года, когда огромные полчища Ставриды наконец-то окажутся в наших берегах? Для одних рыболовов это просто фантастически яркая спортивная рыбалка. Для других это прекрасная возможность удовлетворить свои гастрономические, как говорится, забаганки. Ведь о вкусовых качествах жареной, вяленой и малосольной Ставридочки ходят просто легенды, и они, друзья, отнюдь не безосновательны. Для третьих, это реальная возможность во время самой рыбалки погрузиться в теплые, светлые воспоминания детства и юности, будоражащие душу. В те времена, когда мы большими дворовыми ватагами, в которых кому-то было лет 6, а кому-то и 15, ходили на море, и без Ставридки домой никто не возвращался. Скажу вам, друзья, по секрету, по дороге домой, часть только-только что пойманной Ставридки благополучно оставалась на привозе. И нам этого с лихвой хватало на кино, мороженое и лимонад. Ах, какой это был вкусный лимонад! А пломбир! Да, вот это были времена. Конечно же, у нас и в помине не было и десятой части сегодняшнего арсенала снастей. И самодуры мы всегда вязали сами, используя при этом перья качура и цесарки. В качестве образца, безапелляционно принимая за оригинал самодуры, которые в то время можно было увидеть, а если повезет и приобрести, на старом староконном рынке, в рядах между мотылем и аквариумными рыбками. У настоящих легенд морской одесской рыбалки, музыки, чей самодур я храню по сей день, баланды, цирюльника, рыбаков, которые много лет задавали тон в рыбалке в нашем городе, и не только в морской. Ах, какие колоритные были у нас рыбаки! Какие были жаркие и интересные дискуссии на чисто одесском языке, если кто еще помнит. На предмет, чей самодур уловистей и главное, почему. Эти рыбаки, обладая огромным опытом лова, в частности ставритки, не стесняясь делились с нами, в то время малолетними пацанами, всеми секретами этой рыбалки, до мелочей разбирая любую неясную для нас деталь справы, как они тогда говорили. Хорошо при этом понимая, что самодур у них купить при всем желании никто из нас себе позволить не сможет. Их интереснейшие рассказы о рыбалках, снастях и рыбе, как атомный катализатор, зарождали в нас любовь к рыбалке и ничем неостановимое желание пойти, нет, не так, просто бежать с друзьями на рыбалку снова и снова. Так о чем это мы? Ах, да, ставритка. А теперь, друзья, давайте вместе окунемся в головокружительное путешествие нашего клуба, которое состоялось на прошлой неделе. Шикарная ставритка. О, право лобореса. Ловим и отпускаем. Ща будет, ща будет. Ставритная рыбалка, о которой мы хотим рассказать вам, друзья, для нас скорее исключение, чем правило. Ведь у нас на побережье Черного моря не так уж много таких мест, где вот так запросто, стоя по колено в воде, да еще днем можно было бы дурить ставритку. Да еще и такую горненьку. Ведь мы привыкли рыбачить с лодок, используя в качестве оснасток разнообразные заводские и ручной работы самодуры, как импортного, так и отечественного производителя. Или вот, как скажем, в последние лет пять, прямо с городских пирсов, используя при этом уже современные разработки мировой рыболовной промышленности. Всякие там светонакопительные силиконовые приманочки, пелогические джиг-головочки и прочие там современные рыбацкие аксессуары. И условия здесь с нашими сильно разнятся. И ставритка ведет себя иначе. И хочешь, не хочешь, а ключики к ней надо подбирать совершенно новое. И надо признать откровенно, что без открытых и дельных советов и рекомендаций наших новых приятелей Петра, Виктора, Андрея и Юрия, рыбачивших в этих краях не первый год, этот процесс мог бы затянуться надолго. И именно благодаря их благожелательному участию мы довольно быстро и, на наш взгляд, уже достаточно прилично с этим разобрались. Конечно, нам еще достаточно сложно угнаться за деликатнейшими оснастками Виктора или филигранными проводками Петра и Андрея. Но, как говорится, процесс идет. И, скажем прямо, всегда есть к чему стремиться. И эта рыбалка не стала тому исключением. Ставрида – рыба пелогическая, а значит, чтобы ее хорошо ловить, есть абсолютная необходимость определить, на какой глубине по отношению к поверхности воды и дну водоема она сейчас охотится. А, определившись с горизонтом стоянки стайки Ставриды, постараться максимально долго задержаться в поле ее зрения, поочередно привлекая ее внимание то цветом, то размером, то запахом очередной силиконовой приманочки. И процесс этот, друзья, бесконечный, так как Ставридка – дама у нас капризная и на обо что клевать не станет. На этой рыбалке в перемешку со Ставридкой нам то и дело попадался и сорганчик, скажем так, в немелком размере, а несколько его экземпляров вообще преодолели отметку в 50 сантиметров. И, как ни странно, для нас брал он все те же, уже ставшие традиционными Ставридной съедобной силиконовой приманочки одного из знаменитых дальневосточных производителей. К слову, надо сказать, сорганчики были не единственными представителями обитателей черноморских глубин, с которыми нам пришлось иметь дело в этот день. Некоторым счастливчикам удалось выудить по-настоящему монстру скату-хвостоколу, который, кстати, также позарился на все те же пресловутые съедобные силикончики. Но трофеем, скажем так, на любителя. А вот поклевочка и вываживание у него это как в лунопарке на чертовом колесе. Прокатился и эмоций аж за край, а по дороге памперс другой поменять не помешает. Но то такое, главное, конечно же, Ставридка, а она сегодня, что называется, дала жару. Мало того, что она в 2-3 раза крупнее той, что мы привыкли в наших берегах, так она еще и приманки атаковала, как в последний раз. Как принято говорить, отдай спиннинг, который гнулся не по-детски, под очередным шквалом Ставридных атак, сопровождавшихся жалобным свистом, сработавших фрикционов на наших катушках. Причем у всех участников рыбалки одновременно. Стая Ставриды в этот день подходили к нашему берегу с завидным постоянством, и активный выход рыбы происходил практически каждый час. У нас даже сложилось такое впечатление, что там, где-то на глубине, существует карусель, время от времени подвозящая под наши снастки очередную порцию изголодавшихся Ставридок. Сказать, что рыбалка сегодня удалась? Ничего не сказать. Рыбалка в этот день вышла просто фееричной. И я уже не говорю о количестве пойманной Ставриды, а только лишь вскользь упомяну о яростных поклевках Ставридочки и азартных вываживаниях ее ультралайтовыми спиннингами. А это, друзья, удовольствие еще то. Уверен, что сегодня все без исключения участники нашей клубной Ставридной рыбалки оторвались по полной, вдоволь наловившись желанной Ставридки, а по дороге отточив новенькие для себя джигово-твичинговые проводочки. Друзья, Владимир, Сергей, Оба Александра, Евгений, Виктор, Андрей, я искренне благодарю вас за шикарную компанию и море юмора и позитива, которыми вы так щедро одарили нас всех сегодня. Уважаемые рыболовы, подписывайтесь на наш клубный YouTube канал Рыболов Одесса, ставьте лайки, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео. А главное, присоединяйтесь, друзья! Клуб Рыболов Одесса, рыбачьте сами! А? Шикарный вид, не правда ли? Присоединяйтесь, будет весело и, как всегда, интересно!